Не так давно я выпускал видео с первыми впечатлениями по поводу финальной беты Вазринг Вейвз, и там пообещал себе, что все последующие видео по игре я буду выпускать уже только на релизе. Однако недавние события всё довольно сильно изменили. Дело в том, что 9 марта у игры появилась страница в Epic Games Store, благодаря которой мы смогли узнать довольно интересные и одновременно с этим неприятные подробности относительно релиза проекта. И на самом деле, полученная информация действительно расстраивает. Впрочем, для таких скептиков как я, такой вариант развития событий был вполне предсказуем. Так что в сегодняшнем видео мы обсудим абсолютно всю важную информацию относительно релиза игры, включая дату её выхода, а также новости по поводу русской локализации и доступности в РУ-регионе. Также сейчас мы идём к очень важной отметке в 20 тысяч подписчиков, так что если вы ещё не подписаны, то самое время это исправить. Ну а я не буду больше тянуть. Ещё с самого начала текущей беты я был уверен, что в её конце обязательно будет объявлена дата релиза Вазринг Вейвз. На такую мысль меня натолкнул опыт игры в финальную беду Ханка и Стар Рейл, когда по завершению тестирования разработчики объявили дату релиза игры. Но финальная бета Вазринг Вейвз ещё даже не успела закончиться, однако у нас уже есть новости относительно даты выхода проекта. Всё это стало известно благодаря появлению игры в Epic Games Store. Одно важное уточнение. Появление этой страницы всё ещё нельзя считать полностью официальным анонсом, а значит вся последующая информация, сказанная далее в ролике, имеет шанс измениться. Но вероятность того, что она правдива, крайне высока. На этой странице вы можете узнать системные требования проекта и его описание. Однако по какой-то ошибке некоторое время в описании проекта можно было также увидеть и дату его выхода, а именно 30 мая. Что, кстати говоря, довольно похоже на правду. Другой же источник в виде китайского магазина приложений и вовсе указывал дату в виде 15 июля, что звучит на самом деле уже менее вероятно, хотя и такой исход событий вполне возможен. И звучит это всё действительно радужно. Однако, если бы полученная информация ограничивалась бы только этим, то данного ролика бы просто не существовало. С этого момента начинается самое интересное. Вы прямо сейчас можете попробовать забить в поиски в Epic Games Store игру по названием Wuthering Waves, однако вполне возможно, что такой поиск не даст вам никаких результатов. И знаете в чём проблема? Wuthering Waves недоступна в российском регионе в Epic Games Store. И после того, как я узнал эту новость, для меня стало ясно одно. Если это окажется правдой на релизе, то насколько бы хорошей не оказалась игра, хотя, как я говорил ранее в своём первом взгляде, к этому есть очень большие вопросы. Русскоговорящая комиссия игры будет уже частично утеряна. Безусловно, множество игроков пойдут скачивать игру через официальный сайт, однако всё равно свои неприятные последствия это принесёт. Но ничего страшного, ведь в игре, наверное, будет русская локализация? Верно ведь? Будет? Нет, не будет. На странице игры в Epic Games Store у игры заявлены поддерживаемые языки, среди которых нет русского. И на что это указывает? Теперь русскоязычная комьюнити у игры может стать куда меньше, и вполне себе имеет шансы принять вид, похожий на комьюнити Punishing Grey Raven, где русскоязычный контент по этой игре в лучшем случае собирает пару тысяч просмотров. Возможно, вы мне возразите, и скажете, что если игра хорошая, то люди всё равно будут в неё играть. Но, к сожалению, это не совсем так. Как показывает практика, как только в каком-то из предстоящих релизов не оказывается русского языка, то для многих представителей комьюнити такое событие становится фатальным. Ведь хорошее знание английского языка, к сожалению, есть далеко не у всех людей. Да и даже игроки с хорошим знанием языка не всегда готовы напрягать свой мозг и разбираться в текстах игры. Тем более, погружение от этого так или иначе всё равно страдает. Вот только в случае законченных сюжетно-ориентированных премиальных ААА продуктов, комьюнити всегда может создать для них свой собственный русификатор, и тем самым снова привлечь внимание игроков. Однако с лайв-сервис играми такое не работает, так как постоянное обновление, связь с сервером и античит делают внедрение фанатской локализации почти невозможным, и игрокам остаётся мучиться с экранными переводчиками и остальными нейронками. И что же получается? В Вазеринг Вейвс никто не будет играть? Игру ожидает провал? Конечно же нет. Вернее как? Игру может ожидать провал, но отнюдь не из-за отсутствия локализации и недоступности в некоторых регионах. Вот только у меня есть один очень важный вопрос, который я хотел бы задать разработчикам игры. Вернее, таких вопросов у меня несколько, однако начнём, пожалуй, с самого ближайшего к названной высшей теме. Зачем разработчики дали роль создателя контента русскоязычным блогерам? Какой в этом смысл? Привлечь русскоязычную аудиторию, которая живёт в других странах мира? Тогда почему в игре нет русского языка? Неужели есть какая-то польза от привлечения небольшой аудитории к игре, когда ты при этом отрезаешь в себе огромный пласт пользователей, который мог бы потенциально играть в твою игру и приносить прибыль? Но не будем сильно уходить в эту тему, ведь естественно у разработчиков могут быть свои причины, главной из которых, скорее всего, является давление со стороны крупного издателя в виде Tencent. И я вспомнил про Tencent далеко не просто так. Данный издатель владеет довольно немаленьким процентом акций Kura Games, студии ответственны за разработку Wuthering Waves. И немаленькая часть дочерних студий Tencent также скрыла свои игры для игроков из России, что в целом частично отражает общую направленность действий издателя. И перед тем, как закончить разговор про локализацию и доступность в нашем регионе, нужно отметить также один важный момент. Давайте возьмем в пример другую гачи-игру, вышедшую в 2023 году. Речь идет про малоизвестную в нашем регионе Project Snowbreak, или как ее назвали на релизе Snowbreak Containment Zone. Эта игра также недоступна в WP Game Store в России. В Симе игра доступна, но это выглядит скорее как ошибка разработчиков, нежели чем реально серьезно принятое решение. Вот только кроме этого, данный проект недоступен для скачивания и в Play Market. А как мы знаем, именно аудитория мобильных игр является самой прибыльной для гача-проектов. Если такая же судьба уготована и в Wazering Waves, то это еще больше сутит базу игроков в нашем регионе. Несмотря на все сказанное ранее, все еще вполне может измениться. Поэтому, если вы хотите первыми знать все новости относительно релиза Wazering Waves и не только, то переходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании, или отсканировав QR-код. На 1000 подписчиков в телеграме я устрою небольшой розыгрыш. Впрочем, все подробности вы найдете уже там. Ну а мы продолжаем. Но что-то мы слишком зациклились на одной этой теме, которая на самом деле является далеко не самой важной в сегодняшнем видео. В своем предыдущем ролике с первыми впечатлениями от финальной беты Wazering Waves я выделил парочку очень интересных тезисов, одним из которых была щедрость гача. На бумаге гача в Уве выглядит действительно очень щедрой, но все не так просто. Наивные игроки вроде меня действительно предполагали, что награды за ивенты и другие активности в игре будут как минимум на уровне Геншин Энпак, но как бы не так. Недавно, вернее как недавно, уже неделю назад, на бете начался первый небольшой ивент. Сам по себе он довольно прост в исполнении и закрывается всего за пару секунд. Однако нас интересует совсем другая информация. В сумме за прохождение шести испытаний вы получите 360 кристаллов за весь ивент, чего хватит лишь на две крутки. На самом деле, награда за такое маленькое и простое событие довольно понятная, но вот в том же Геншин Энпак за подобные ивенты игроки обычно получают по 420 прямогемов. Разница не так уж и велика, но в сумме за целый патч так можно потерять уже немало гемов, а ведь крутки в Уве и Геншине стоят одинаковое количество валюты. Да и зачистка мира не сильно помогает собрать достаточно большое количество валюты для круток, ведь как я и говорил ранее, наполнение мира в Базеринг Вейвс крайне неоднородно. Кстати говоря, я хотел бы отметить, что был не совсем прав в своем предыдущем ролике. Дело в том, что в Уве есть локация, где заполнение открытого мира находится на довольно высоком уровне, и таких локаций не так уж и мало, вот только количество пустых полей, к сожалению, все же преобладает. С наградами за эндгейм контент все также не очень гладко, в особенности это касается Рогалика, где награды действительно довольно малы. Но отсутствие большого количества наград вовсе не делает гачу в Базеринг Вейвс хуже других проектов. Нет, напротив, она просто уравнивает эту игру с другими гачами, ведь гарант в том же оружейном баннере здесь компенсируется тем, что игроку будет чуть тяжелее накопить нужное количество круток. Но помимо щедрости системы гач, у нас остался еще один очень важный вопрос, который мы пока что не обсудили. В предыдущем видео я не один раз отмечал общую недоработанность беты, и говорил про то, что игре требуется еще как минимум полгода доработки. Так вот, в комментариях многие люди написали по поводу того, что представленный на бете клиент очень далек от финальной версии игры, и составляет в лучшем случае третью часть от того, что нас ждет на релизе. К сожалению, мой скептицизм не позволяет не так просто поверить в похожие высказывания. Однако, судя по всему, почти все факты указывают на, как минимум, частичную правильность этих комментариев. Дело в том, что в момент выхода моего предыдущего ролика две недели назад, разработчики, судя по всему, начали закрытый тест релизного билда игры, про который до сих пор неизвестно почти ничего, так как никаких крупных сливов пока что не последовало. И вот тут появляется мой второй вопрос к разработчикам. А зачем в принципе нужна была эта финальная бета? Чтобы проверить лишь основные механики игры? Тогда почему даже в таком огрызке от финальной версии игры разработчики не удосужились доработать до идеала ту же английскую локализацию? Какой смысл в публичной бете, которая в своем существовании буквально портит многим игрокам впечатление от игры? Если у разработчиков хватает ресурсов, чтобы тестировать крупные билды игры с привлечением своих собственных тестеров, и они не нуждаются в том, чтобы большое количество игроков тестирули релизные билды, то зачем тогда в принципе устраивать закрытые беты для игроков? Единственное объяснение, разработчики хотели просто протестировать в этой бете лишь самые важные основополагающие механики игры, вроде боевой системы и общего технического состояния. Ведь во время этой беты даже для текущего клиента разработчики успели выпустить в целых 11 обновлений с разными багфиксами. Но кто будет проверять оставшуюся огромную часть контента, вырезанную на этой бете, остается под большим вопросом. Если этот контент в принципе существует, в чем я все еще немного сомневаюсь. Впрочем, про все это мы узнаем уже на релизе игры. Так что же по итогу. Как и ожидалось, релиз Вазеринг Вейс пройдет не так гладко, как хотелось бы. До сих пор вокруг игры происходит куча споров, и сами разработчики пока не вносили какую-либо ясность происходящая. Как я говорил в начале ролика, появление страницы в Epic Games Store, недоступность игры в российском регионе и список языков локализации все еще крайне сомнительны, ведь официального заявления разработчиков пока не последовало. Но также глупо отрицать, что страница игры в таком крупном магазине приложений, как Epic Games Store, все-таки не будет просто так наполняться дезинформацией. Поэтому на релизе игра, скорее всего, все так же будет недоступна для Ру-региона в этом магазине игр. А вот с локализацией вопрос другой. Возможно, что маловероятно, разработчики планируют выпустить разные версии игры для разных регионов, или же Кура Геймс не успели завершить работу над локализацией, и ведут ее чуть позднее. А во всем этом мы узнаем на релизе. Данное же видео я сделал лишь для того, чтобы рассказать вам про все мои сомнения по поводу игры, при условии, что я действительно ожидал и ожидаю релиз в Puzzering Waves и надеюсь на лучшее. Но пока что общее состояние игры, дата ее релиза и положение дела относительно контента остается нам абсолютно неизвестным. Было действительно хорошо, если разработчики смогут удивить нас на релизе, показав всем игрокам полностью исправленную и расширенную версию игры. Но верить в это пока что очень сложно. Но на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Очень жду ваш фидбэк в комментариях и постараюсь ответить на каждый ваш вопрос. Кроме того, можете написать какие-то свои мысли по поводу качества моего ролика, или по поводу новостей о релизе Puzzering Waves. Про мой дискорд также не забывайте. Там я часто сижу с подписчиками в голосовых каналах и всегда готов ответить на все интересующие вас вопросы. Так, теперь точно все. С вами был TheFuzzDiK. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok